Встреча с Коммунистической партией Маркс и Энгельс назвали социалистическая и коммунистическая литература. Вроде бы как-то не совсем привычно, почему литература. И когда мы перейдем к рассмотрению, мы поймем, почему литература. Потому что социалистические движения, которые появились в различных слоях общества, в различных странах, они были изложены в различных источниках, в литературных, прежде всего. И поэтому, видимо, получилось так, что поскольку их было очень много различных течений, то пришлось именно назвать и литературой. Причем третий раздел, в отличие от первых двух, был разделен авторами на три главы. И давайте по главам их рассмотрим. Итак, первая глава – это реакционный социализм. И в нем он рассматривает три разновидности реакционного социализма. Первую они называют «феодальный социализм». В чем суть этого социализма? В манифесте сказано, что аристократия по своему историческому положению была призвана к тому, чтобы писать памфлеты против современного буржуазного общества. То есть аристократия, которая предшествовала буржуазному обществу, она пыталась ему сопротивляться. Можно такой вывод сделать. И далее говорит манифест. О серьезной политической борьбе не могло быть больше и речи. Ей, аристократии, то есть оставалась только литературная борьба. Чтобы возбудить сочувствие, аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботится о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего класса. Она доставляла себе удовлетворение тем, что сочиняла пасквили на своего нового властителя, то есть буржуазию, и шептала ему на ухо более или менее зловещее пророчество. При этом аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собой народ. Но всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом. Вот так как бы саркастически оценили Маркс и Энгельс действия аристократии. Это именно тут дословно я воспроизвел, что было сказано про феодальный социализм. И далее. Они столь мало скрывают реакционный характер своей критики, что их главное обвинение против буржуазии именно в том и состоит, что при ее господстве развивается класс, который взорвет на воздух весь старый общественный порядок. Они гораздо больше упрекают буржуазии в том, что она порождает революционный пролетариат, чем в том, что она порождает пролетариат вообще. Вот что из этой главы, из этой как бы даже не главы, а из раздела главы о феодальном социализме, я бы хотел сказать из манифеста. Второе течение реакционного социализма, которое осматривает манифест, это мелкобуржуазный социализм. В чем суть мелкобуржуазного социализма? Манифест говорит, в тех странах, где развилась современная цивилизация, образовалась, и как дополнительная часть буржуазного общества, постоянно вновь образуется новая мелкая буржуазия, которая колеблется между пролетариатом и буржуазией. Но конкуренция постоянно сталкивает принадлежащих к этому классу лиц в ряды пролетариата. И они начинают уже видеть приближение того момента, когда с развитием крупной промышленности они совершенно исчезнут, то есть мелкая буржуазия, как самостоятельная часть современного общества. Их торговля, промышленности и земледелии будут замещены надзирателями и наемными служащими. И подводит итог этой мысли манифест «Так возник мелкобуржуазный социализм». Но далее о мелкобуржуазном социализме следующую мысль хотелось бы из манифеста привести вам. Но по своему положительному содержанию этот социализм стремится или восстановить старые средства производства и обмена, а вместе с ними старые отношения собственности и старое общество. Или вновь насильственно втиснуть в современные средства производства и обмена в рамки старых отношений собственности. Отношений, которые были уже ими взорваны и необходимо должны были быть взорваны. В обоих случаях он одновременно и реакционен и утопичен. То есть вот этот мелкобуржуазный социализм, который возник с переходом общества к буржуазии, он одновременно и реакционен и утопичен. То есть нереален. Вот и что по второй разновидности реакционного социализма. Это мелкобуржуазно. И третья разновидность реакционного социализма, который осматривает манифест, это немецкий или истинный социализм. Причем слово истинный взято манифестом Максом Сенклесом в кавычки. Что это за немецкий или истинный социализм? Социалистическая и коммунистическая литература Франции, возникшая под гнетом господствующей буржуазии и являющаяся литературным выражением борьбы против этого господства, была перенесена в Германию в такое время, когда буржуазия там только что начала свою борьбу против феодального абсолютизма. То есть общество еще не достигло уровня того развития в Германии, какое было в Англии и Франции, и его еще трудно было называть буржуазным. В связи с этим, поскольку социализм пришел в Германию из Франции и Англии, то, видимо, он имел свои особенности. Поэтому манифест обращает на него внимание. И говорится в манифесте, что вся работа немецких литераторов состояла исключительно в том, чтобы примирить новые французские идеи со своей старой философской совестью. Или вернее в том, чтобы усвоить французские идеи со своей философской точки зрения. Французская социалистическая коммунистическая литература была таким образом совершенно выхолощена. И так как в руках немца она перестала выражать борьбу одного класса против другого, то немец был убежден, что он поднялся выше французской односторонности, что он отстаивает вместо истинных потребностей потребность в истине. А вместо интересов пролетариата интересы человеческой сущности. Интересы человека вообще. Человека, который не принадлежит ни к какому классу и вообще существует не в действительности, а в туманных небесах колоссовской фантазии. То есть поскольку разделение на класс буржуазии и класс рабочих, класс пролетариата еще не был в Германии ярко выражен, то вот и получилось, что этот немецкий социалист, он и не видел еще классовой борьбы между этими двумя классами. Поэтому манифест продолжает анализ этого немецкого социализма тем, что говорит о том, что истинный социализм становился таким образом оружием в руках правительства против немецкой буржуазии и непосредственно служил выражением реакционных интересов немецкого мещанства. Ну вот чтобы подвести итоги первой главы третьего раздела, то есть как бы о чем говорится и как характеризуется вот три разновидности реакционного социализма, то если перевести на современность, то мне кажется, что вот такой реакционный социализм, он как бы для развитых стран современных, он не характерен. Возможно, что он характерен там, где в тех странах, где еще есть конечно остатки феодализма какие-то, где еще капиталистический строй пытается как бы внедриться, укрепиться в этих странах, вот для них возможно и какие-то подобные разновидности реакционного социализма возможны. Но о развитых странах, в том числе и о нашей стране, я думаю, что вряд ли можно говорить, что такие разновидности существуют. вторая разновидность социализма, которая рассматривается в манифесте, это консервативный или буржуазный социализм. По этому поводу в манифесте сказано следующее. Известная часть буржуазии желает извлечь общественные недуги для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества. То есть часть буржуазии она пытается как-то сгладить неприятности буржуазного общества и считает, что нужно излечить те недуги, которые порождают это общество. Поэтому в манифесте говорится, буржуазоциалисты хотят сохранить условия существования современного общества, но без борьбы и опасностей, которые неизбежно из них вытекают. Они хотят сохранить современное общество, однако без тех элементов, которые его революционизируют и разлагают. Они хотели бы иметь буржуазию без пролетариата, тот мир, в котором господствует буржуазия, конечно, кажется ей самым лучшим из миров. Буржуазный социализм разрабатывает это утешительное представление в более или менее цельную систему. Приглашая пролетариат осуществить его систему и войти в новый Иерусалим, он в сущности требует только, чтобы пролетариат оставался в теперешнем обществе, но отбросил свое представление о нем как о чем-то ненавистном. То есть вот этот буржуазный социализм как бы хотел примирить интересы и буржуазии, и пролетариата и попытаться найти такое положение, что все были бы довольны. Ну, я думаю, что конечно история показала, что развитие капитализма показало, что такое невозможно. А как же скандинавские социализмы? Это мы можем обсудить. Он не похожий сразу под буржуазным социализмом под определение? То есть давайте мы можем обсудить, что буржуазный социализм, который внедрен в Срединавские страны скорее всего оно так и есть. Но дело в том, за счет кого и за счет чего сглажены противоречия между двумя дагонистическими классами буржуазии и пролетариатом за счет эксплуатации других государств. За счет то, что идет перераспределение между крупными империалистическими государствами в том числе золотым миллиардом слышали такое понятие за счет эксплуатации стран третьего мира. Поэтому как только возникают какие-то там вещи в этих скандинавских странах, когда пролетариат что-то хочет получить и удается буржуазии удовлетворить эти потребности. Но это явление временное надо полагать до тех пор пока еще существует возможность часть прибыли полученной от эксплуатации третьего мира распределять в интересах верхушки скорее всего. Не всего пролетариата скандинавских стран, а скорее всего его верхушки. Тех, которых они могут подкупить. Ну вот извините за отступление которое вынудили сделать, но мое мнение по этому просто такое. Ну и как бы заключается эта глава вторая третьего раздела такой фразой, что социализм буржуазии заключается как раз в утверждении, что буржуа является буржуа в интересах рабочего класса. Ну естественно, что история показала, что это не так. Ну и третья глава этого раздела третья глава этого раздела это критический утопический социализм и коммунизм. Что это такое? В манифесте сказано, первые попытки пролетариата непосредственно осуществить свои собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения в период неиспровержения феодального общества неизбежно терпели крушение вследствие неразвитости самого пролетариата, а также вследствие отсутствия материальных условий его освобождения, так как эти условия являются лишь продуктом буржуазной эпохи. то есть когда возник переход от феодального капиталистического общества, то есть возник пролетариат и появились у него свои интересы, но как сказано здесь в манифесте, что вследствие неразвитости и отсутствия необходимых материальных условий, эти условия еще не способствовали тому, чтобы грамотно в пролетариате могло развиться сознание, социалистическое сознание, вот так будем говорить. И далее манифест говорит, собственно, социалистические и коммунистические системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и так далее возникают в первый неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией. То есть когда только еще возникали противоречия между этими классами возникшими в разном обществе, вот и возникли эти системы. Ну, у кого есть образование чуть выше среднего, то слышали, что это за системы Сен-Симона, Фурье и Оуэна, не будем на них останавливаться. Дальше, изобретатели этих систем правда видят противоположность классов, но они не видят на стороне пролетариата никакой исторической самодеятельности, никакого свойственного ему политического движения. То есть они видят, что существует пролетариат, эти вот философы Сен-Симон и так далее, но исторической самодеятельности или исторической самостоятельности они еще у пролетариата они еще не видят. Ну, и далее манифест говорит, однако неразвитая форма классовой борьбы, а также их собственное положение в жизни приводит к тому, что они считают себя стоящими высоко над этим классовым антагонизмом. То есть вот эти философские системы социалистические разработанные, они считают себя выше стоящими над классовым антагонизмом. Они хотят улучшить положение всех членов общества, даже находящихся в самых лучших условиях. Поэтому они постоянно апеллируют ко всему обществу безразличия и даже преимущественно господствующему классу. По их мнению, достаточно только понять их систему, чтобы признать ее самым лучшим планом самого лучшего из возможных обществ. они отвергают поэтому всякое политическое и в особенности всякое революционное действие. Они хотят достигнуть своей цели мирным путем и пытаются посредством мелких и, конечно, неудающихся опытов силой примера проложить дорогу новому общественному Евангелию. И в заключение этой главы критический утопический социализм манифест говорит вот почему они с ожесточением выступают против всякого политического движения рабочих вызываемого по их мнению лишь слепым неверием в новое Евангелие. Ну можно сказать что вот этот критический утопический социализм в современных условиях я не знаю как его можно увидеть допустим в нашем обществе как он проявляется очень сложно потому что вот эти как бы системы которые над классами стояли они уже история показалась что они несостоятельны и таких крупных течений или крупных политических партий или организаций вот в таком направлении нет а вот что касается предыдущего консервативного буржуазного социализма вот такой вот такой конечно сейчас существует вот я считаю что наверное надо привести пример вот то что сейчас в думе такая крупная партия которую возглавляет Миронов как она я забыл как назвать праведливая Россия вот она очень даже напоминает вот то что говорилось в мунифесте о том что буржуазия хочет излечить общественные недуги и упрочить существование общественного общества ну и не только она есть еще целый ряд партий тут же наверное надо уточнить что раздел литературы третье раздел не зря называется литература в литературе там всякие утописты пишут и современные утописты пишут и современных хватает если взять анализировать целый ряд таких прабуржуазных и мелкобуржуазных и так далее и ревизионистских партий то мы найдем много большое сходство с тем что сказано в этом манифесте я думаю что так ну вот собственно все что я хотел сказать по третьему разделу манифеста ну и четвертый перейдем к четвертому да не возражаете четвертый заключительный раздел это Маркс и Менгельс был назван отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям этот манифест как бы то есть этот раздел заключает манифест и он как бы выражает цели хоть и названо отношение коммунистов к различным оппозиционным партиям он выражает цели коммунистической партии и пути достижения этих целей, причем выражает очень кратко, емко, такими мыслями, четко сформулированными. Вот что хотелось бы на чем остановиться в этом разделе. Здесь говорится, коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время в движении сегодняшнего дня они отстаивают и будущность движений. То есть одновременно, что коммунистическая партия, которая борется за сегодняшние интересы и за ближайшие цели, но всегда в программе у коммунистической партии должны быть интересы, которые отстаивают будущность. Далее, после небольшого анализа, как действуют партии в отдельных странах, на этом не буду останавливаться, сами прочитайте в манифесте, делается вывод. Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего общественного и политического строя. Во всех этих движениях они выдвигают на первое место вопрос о собственности, как основной вопрос движения, независимо от того, принял ли он более или менее развитую форму. То есть вопрос о собственности, это то есть тот вопрос, который необходимо разрешить от перехода от капитализма к коммунизму. То есть от частной собственности на средства производства к общественной собственности. Ну это здесь, в данном разделе это не расшифровывается, это расшифровывается в других положениях. Далее манифест говорит, во всех этих движениях, которые поддерживают коммунисты, во всех этих движениях они выдвигают на первое место, еще раз повторяю, вопрос о собственности. И далее, наконец коммунисты всюду добиваются объединения и соглашения между демократическими партиями всех стран. То есть те, кто борется за внедрение общественной собственности, должны бороться объединенно. Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неиспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего не терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот этим лозунгом заканчивается полностью манифест коммунистической партии. Владимира Николаевича сегодня нет, в который Мабылаев обещал прийти. Поэтому можно я за него вопросики выбирать? Он обещал нас погонять как раз по социализмам. Вот первый, который вы озвучили социализм, феодальный, он там заканчивается, вы не озвучили, наличием так называемого христианского социализма. Христиан не будем брать какие-нибудь общины в Америке, не будем брать Израиль. Давайте посмотрим на Ближний Восток, где у нас сейчас мусульмане фактически строят свой мусульманский социализм. Где все мусульманам будет хорошо и у них будет справедливое общество по законам Божьим. Разве это не пример как раз такого феодального социализма? Ну да, скорее всего, да. Но я и говорю, что в развивающихся странах характерно. А для стран, где развит капитализм, вряд ли такие течения сейчас характерны. Да, для этих стран скорее всего, да. Не, но если мы имеем в виду какой-нибудь Афганистан, там понятно, там совсем все печально, там действительно Средневековье. А более развитые страны, типа вот как Египет, Ливия, Сирия, там-то был достаточно развитый, кстати, зеленый социализм, Каддафи можно вспомнить. Вот. Там же сейчас, ну, просто Средневековье какое-то феодальное. Да. Так что там и при этом, как для своих, социализм, справедливость. Ну, кстати, Ливия, Каддафи-то практически, да, там же, как бы, существовал только государственный капитализм. Там не было частной собственности, практически. Так ведь? Да. То есть, все пределы государство распределялось и так далее. То есть, руководитель тот же Каддафи и его, как бы, аппарат, они полностью все это распределялось для населения. Поэтому там особенности, можно сказать, были отличия от общества, от феодального и от ныне существующего капиталистического, общества, где господствует частный капитал. Так что, Ливия это не характерно было. И не даром, не зря, вернее, империализм разбомбил все-таки это общество. Потому что оно было так же, как и тот социализм, который был у нас в стране, и он был тоже, как, поперек горла этого империализма, который ныне существует. Нет, ну, если говорить о Каддафи, то там скорее, как, например, Норвегии, тоже мы торгуем большим количеством нефти, населения мало, преференции большие и буржа... По-другому, там все-таки частный капитал присутствует. В довольно значительной степени, да. А вот в Ливии его практически там, по-моему, практически его там не было. Там все было государственно, насколько я помню. Почему и, собственно, возникли течения, когда вот разбомбили и Каддафи убрали, и возникли там эти частники и начали отделить между собой власти и нефть и прочее, и прочее. То, что было государственное. Так вот, на мой взгляд, не знаю, может, я не владею вполне информацией, конечно, но мне кажется, так. Следующий мелкобуржуазный социализм. Но, опять же, как здесь пишет Маркс Энгельс, их практически в природе не встречается, он скорее встречается в литературе. Но, опять же, сейчас он... Он возможен везде, да, в том числе и в развитых странах, в том числе и у нас. Но он как-то вот в партиях, не ярко выражен в общественных организациях. Вот я, например, сейчас не могу привести пример, хотя он должен существовать. Мелкобуржуазия у нас, особенно в населении, она очень здорово возникла, вот, особенно в населении. После того, как разогнали государственные предприятия, там, совхозы, разогнали колхозы, то буржуазия мелко возникла. Но, вот, примеры были, чтобы какие-то партии... Ну, где-то, допустим, были такие... Одно время, помните, был не Народный фронт, а... Когда вместе с КПРФ они в блоке шли на выборы, где-то 15-20 назад была какая-то такая партия, я уже забыл, как она называется. Что-то такое похожее, типа Крестевский. Ну, с современного я бы, наверное, привел... Аграрная, да-да-да. А, этого... Ампилов? Нет, нет, нет. Я бы просто хотел привести более современный пример. Сейчас есть такие репетарианцы, да, которые считают, что у каждого должна там своя быть цирюльна, барбершоп, магазинчик, который будет всех обслуживать, ему бы именно там хорошо стоить. И что это за амбилизация, что это за партия? Ну, они скорее, это не партия, они скорее всего так в литературе существуют, пишут там... Но я думаю, что есть организации мелкие, но вот так, чтобы они были на слуху, я не могу привести такие... Ну, они на слуху, потому что, с одной стороны, они за мелкий бизнес свой, поэтому их поддерживают. Понятно. С другой стороны, такой мелкий бизнес, ну... Нет, стоп, мелкий можно здесь существует, но вот таких ярко выраженных и известных партий я что-то не могу привести пример. Хотя... Я смотрел видео буквально вчера, это интервью с лидером либертарианской партии. Ага, про которую Саша говорил, да. Этот товарищ только недавно вернулся из-за границы, где его чему-то там так здорово научили, что выглядит этот товарищ очень подозрительно. Понятно. Когда отвечают на вопросы, такое ощущение, что он подослан. Ну, так и многие были подосланы, наученные в Соединенных Штатах, начиная с тех же Чубайсов, Гайдаров и так далее, и более поздние товарищи, и тот же Навальный. Все это оттуда идет. Их там готовят и потом сюда присылают. Или вот эти Тихановские там в Белоруссии, там и прочие там еще ребята, которые не сумели попасть в список претендентов. Они все оттуда приехали, пройдя обучение. Следующий у нас это немецкий социализм, да. Который истинно в кавычках. Да, вот я когда перечитывал, очередной вспомнил момент разгневанного Бюргера, да, который в свое время, так сказать, солидарировались в месте рабочие классы, крупный капитал в единое государство для порабощения всех остальных. Тут вот прям сквозь строчки читается о приходе фашизма. И фашизм в принципе тоже, они же о чем говорили, что мы социалисты, мы рабочая социалистическая партия Германия, мы такие все социалисты. На словах. Поэтому в кавычках, собственно, и можно было сказать. А по факту вылилось все в фашизм. Фашизм это совсем другое дело. Фашизм это порождение уже крупного империализма. А на тот момент, конечно, когда вот это зарождалось буржуазом в Германии, ни о ком фашизме тогда еще речи не могло быть. Не, ну начиналось то как раз с того, что их мелкие лавочники поддержали, с одной стороны, а с другой стороны и рабочих социализмом сманили. Понятно, что обманом, говорили не всякое, все сманили. Но порождены они были именно крупным финансовым капиталом. Вспомни это самое, определение, которое было дано Дмитриеву на коммунистическом социализме. Откуда ноги растут? Я вот про что. Конечно, все это начинается с частных интересов, конечно. Тут, наверное, можно заодно вспомнить Зубатова и Зубатовские профсоюзы. Где тоже, так сказать, мы за все хорошее, за справедливость социальную. Скорее всего, наверное, к дружбе. Наверное, к утопическому отнести его Зубатова. Наверное, надо. К утопическому? Ну, утопически они просто книжки писали. А в жизни-то, ну там, за редким исключением отдельных поселений, да, которые открываются. Так, чтобы что-то большое, массовое. Хотя, наверное, надо. Скорее всего, да, вот это, то, что ты говорил, христианский, вот это вот, да, вот это вот для них характерно, для этого христианского. Это вот как раз феодальный социализм Зубатовский, скорее всего, правильно? Если мы вернулись опять к христианскому... Нет, не Зубатовский, а Гапоновский. Гапоновский, да. Его можно отнести, да. А Зубатовский, это чисто порождение, как бы, провокационное. Это же полицейские организовали Зубатовский. Движение Зубатовское. Полиция организовала. Просто, если вернуться опять к христианскому социализму, да, собственно, первые-то христиане, как и образовывались, что мы здесь живем коммунно и общно, нет ни богатого, ни бедного, ни эллина, ни уидея. Мы собрались, у кого что было на стол, принесли вместе по воскресеньям трапезы. На христианское движение, раннее христианское движение, рабовладельческое общество уже, как бы, себя стало изживать, и начиналось с рождения феодализма. И вот как раз выражение этих идей, первых феодальных идей, вот как раз через христианство-то и было выражено. Вот так я бы сказал. Я просто веду к чему, что манифест по-прежнему актуален. Да, манифест по-прежнему актуален. Особенно его заключительная четвертая часть, что коммунистам нечего скрывать своих устремлений. Мы идем к революции. Да, да, да. Только революционные преобразования, способны установить справедливое общество. Но это не значит, что кто-то должны похватать винтовки и с винтовками бежать. В автобусе попадали и упали. Это не значит. Ну, октябрьская неволюция бескромно фактически прошла. Даже юнкера сдались. То есть, насколько она, революция, она, во-первых, неизбежна, потому что невозможно существовать двум классом антагонистическим. Потому что общество должно стать... Ну, как бы все должны... В обществе должны обладать возможностями одинаковыми, а не должно быть, что кто-то присваивает чужой труд. Каждый должен жить за счет своего труда. Поэтому, для того, чтобы это дело произошло, необходимо именно революционное. Но не обязательно революция должна совершаться именно вооруженным путем. Все будет зависеть от степени сопротивления буржуазии, от степени сопротивления старого общества. Как только старое общество начнет подавлять вооруженным путем революционное движение, конечно же, ему придется тоже вооружиться. Но, если буржуазия на это не пойдет, то самый правильный выход это подготовка всеобщей политической стачки. И ее проведение. Это вот самый лучший вариант проведения социалистической революции. Самый лучший. При котором, конечно, нужно добиться, чтобы буржуазия не смогла оказать вооруженное сопротивление. Наверное, не самый лучший, а самый желаемый. Самый желательный, да. Так-то лучше будет тот, который приведет с революцией. Все правильно. А это желаемый, так как самый бескровный и с минимальными потерьми для всех. Как буржуазии, так и для пролетария. Согласен.